Глубоко уважаемые члены президента, мои глубоко уважаемые коллеги, позвольте поделиться с вами опытом нашего учреждения, которое располагается в Калужской области, в городе Обнинск. Мы являемся филиалом МИЦА радиологии и позвольте предоставить вам результат опыта нашего отделения, которое относительно молодое, мы работаем около года всего лишь. Будьте ли? Какие ключевые аспекты мы можем выполнять? Как я уже ранее сказал, отделение рентгенохирургии, так называемая катаризационная лаборатория, по сравнению с такими великанами, как хирургия или терапия, достаточно молодое направление, но стремительно развивающееся. Импульсом к бурному развитию этого направления, пожалуй, послужило применение разнообразных лечебных вмешательств, которые используются за последние годы, и также информационное и программное обеспечение, которые стали подписать под те аспекты, которые могут проводиться при возможностях ангиографических установок в настоящее время. Из истории пионером служит Чарльз Доттер, который еще в далеком 1963 году на конгрессе в Чехословакии сказал следующие слова, что ангиографический катетер в руках мудрого врача, обладающего воображением, станет терапевтическим инструментом. В принципе, он это и доказал уже в следующем 1964 году, впервые спас пациента от ампутации нижней конечности, проведя баллонную ангиопластику подвздошного сегмента. Но вернемся к организации. Мы непосредственно работаем по приказам 915 по сердечно-сосудистым заболеваниям и по онкологическим заболеваниям, это 918 приказ. Также хочу отметить, что если среди здесь присутствующих людей будут лица заинтересованы в организации такого отделения в своем учреждении, все настолько непросто и сложно, как кажется на первый взгляд. Придется столкнуться с рядом трудностей и массой вопросов, казалось бы, на первый взгляд непреодолимыми, но все же. По поводу лицензирования и получения документов, поверьте мне, это не одна кипа документов, это огромный перечень документации, которые потребуются по САН и ПИД заключению. Также Министерством здравоохранения регламентируемые документы, но позвольте, я не буду останавливаться. Наше отделение открылось в 2018 году, хотя указ о создании отделения наш академик Андрей Дмитриевич Каприн подписал в 2017 году, что свидетельствует, как мы не старались в кратчайшие сроки произвести открытие отделения, все равно потребовалось как минимум чуть больше года. И 12 июля мы выполнили первый коронар-ангиографию, 12-3 августа мы уже выполнили первый ЧКВ. Опять же, хочу обратить ваше внимание, что опыт нашей работы еще чуть меньше года, поэтому в дальше году приводить уже статистические данные по сравнению с региональными сосудистыми центрами, да и вообще с катаризационными лабораториями именно на кардиологические вмешательства у онкологических пациентов будут не такими большими. По поводу оснащения отделения, я думаю, это и стандартный перечень, необходимый для лицензирования и запуска катаризационной лаборатории, и также оказания полноценной рентгенно-воскулярной помощи пациентам во всех направлениях, как и по кардиальной патологии, так и по онкологическим воскулярным вмешательствам. Собственно, так выглядит наша ангиографическая установка. Это одна из последних моделей экспертного класса. Мы можем проводить как внутрисосудистый ультразвук, как контрпульсацию при необходимости, так и выполнять и плоскодетекторные компьютерные исследования, так называемые биопсии. Также следует отметить, что при организации работы в учреждении стоит уделить внимание, несмотря на то, если вы планируете организацию плановых оперативных вмешательств, то это означает то, что вас могут и просить оказать помощь при возникновении любой экстренной ситуации. Поэтому мы внегласно в нашем учреждении договорились, что помимо плановых операций в течение получаса мы готовы оказать и развернуть операционную в любое время дня и ночи и помочь пациенту. По сотрудникам отделения, также это все регламентировано в 915 и 918 приказах по сотрудникам отделения, по количеству отделения. Наши врачи сертифицированы по таким специальностям, как хирургия, онкология, рентгеновоскулярная диагностика, лечение и также трансфузиология. И постоянно мы участвуем при повышении квалификации в разных конгрессах, конференциях. Основной целью при создании нашего отделения генеральный директор, академик Андрей Дмитриевич Капплин, вставил следующую задачу, что оказание высокотехнологичной рентгеновоскулярной помощи онкологическим пациентам, подчеркну, онкологическим, не кардиологическим, и оказание кардиологической помощи больным онкологического профиля и развитие и внедрение уже непосредственно и разработку новых методов онкологического лечения пациентах эндовоскулярным. На данном слайде мы схематично отобразили задачи, конкретно в настоящее время нашего учреждения, что как помимо кардиологической патологии, где диагностика и лечение мы разделили, также еще онкологические диагностические и лечебные процедуры ввиду ангиографии, плоскодетекторной компьютерной томографии и уже лечение, это эмболизация, радиэмболизация, химиэмболизация, химиэмфузия, ну и постановка кава-фильтров. Мы считаем, что только, опять же, подчеркну, только мультисциплинарный подход при лечении кардиологических и одновременно онкологических пациентов может действительно помочь и привести к успеху при лечении данной патологии. Позвольте вам на данном слайде показать, помимо того, что хоть и мы являемся федеральным центром онкологического учреждения, но ввиду отсутствия вблизи, в радиусе нашего центра других сосудистых центров, то и приходится порой оказывать помощь простым онкологическим пациентам. Стандартная маршрутизация, пациент приходит в поликлинику, осматривается кардиологом и по результатам осмотра врача выставляются показания либо продолжения медикаментозной терапии, либо уже коронарографии с последующим лечением. Давайте рассмотрим теперь модели по поводу, пациент пришел к онкологу, у пациента выявлено онкологическое заболевание. Возникает вопрос, есть кардиальная патология, есть онкологическая патология, что делать в первую очередь? Соответственно, как я уже говорил с предыдущего слайда, что только мультидисциплинарный подход к каждому клиническому случаю способен привести к врача к успеху и, собственно, пациента к выздоровлению. По статистике у нас достаточно немного, порядка 70, чуть более коронарографий, выполненных в нашем учреждении. Мы привели такой маленький клинический пример о том, что обратился к нам пациент с рака мочевого пузыря, осмотрен онкологом, выставлены показания на хирургическое лечение, осмотрен кардиологом, выявлены ишемическая болезнь сердца, что делать на первом этапе. Мы привели рискулизацию права коронарной артерии, после чего пациентке выполнена успешно основная операция по поводу онкологического лечения. И пациентка с радостью обратилась к врачам уже по поводу последующего прогрессирования онкологического заболевания, но не суть. По поводу онкологической помощи мы оказываем также диагностические, как я говорил, вмешательства, так и лечебные. На настоящий момент в нашем учреждении, просто некорректно слайд почему-то отображается, выполнено порядка 300 онкологических диагностических процедур. И порядка, вот как на данном слайде видно, что 250 химиэмболизаций мы сделали радиоэмболизации, мы сделали, кстати, вчера буквально на сосудах, на артериях печени при гипоцеллярном раке. И вот также о возможностях рентгеноперационной в онкологическом учреждении, позвольте показать, на ярком, мы считаем, клиническом примере. Пациентка обратилась к нам в центр с раком слюной железы, в настоящий момент обращения пациентку мучили эпизоды кровотечения и злокачественного образования лимфоузла шеи. Справа на слайде мы видим непосредственно данные КТ. Нами была выполнена ангиография, установлена афферентная артерия питающая это новообразование. Забегу чуть назад, пациентка была обсуждена на консилиуме и решением консилиума было подтверждено, что хирургическое лечение ввиду вовлечения сосудистого нервного пучка не показано, лучевая терапия также не была показана. И ввиду усиления химиотерапевтического эффекта решением консилиума было решено, что на первом этапе будет выполнена химия эмболизация афферентных артерий с последующим проведением непосредственно уже химиотерапии. В нашей же операционной выполнена плоскодетекторная компьютерная томография с выявлением афферентных артерий, скажем так, роудмэп. И непосредственно на данном слайде мы видим клинические ангиограммы до эмболизации, мы видим афферентные артерии и после химии эмболизации, ну, закупорки, скажем так, афферентных артерий. Вот такая картина наблюдалась. Пациентка к нам обратилась, справа мы видим сравнительную положительную динамику уже через два месяца. Пациентке было выполнено суммарно порядка шести курсов химиотерапии, в том числе и эндоваскулярной химиоэмболизации. И нами достигнут положительный эффект ввиду перевода пациента из неоперабельного состояния в операбельное состояние. И в лоротделении уже непосредственно хирурги провели операцию. Вот так пациентка выглядит в настоящее время. Вот яркий клинический мы считаем пример, что перевод из неоперабельного состояния в операбельное. И непосредственно, позвольте, я на этом случае слайде не буду останавливаться. И что касаемо выводов, которые мы смогли сделать на протяжении чуть менее одного года работы в катеризационной лаборатории. Что организация работы отделения должна строиться четко и соответствовать регламентирующим документам. Только это сможет обезопасить от ошибок на раннем этапе проведения любых манипуляций. Также построение помощи кардиологического профиля в онкологическом учреждении требует только мультидисциплинарного подхода к каждому клиническому случаю. И должно быть четко все это обосновано и задокументировано. И также работа рентгенохирургических методов диагностики и лечения в онкологическом учреждении является важным значенным звеном в лечении пациентов. Поэтому наличие этого отделения существенно расширяет возможности помощи и оказания определенного сферы медицинских услуг как онкологическим, так и кардиологическим пациентам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...